Мы хотели сегодня философскую статью о бытии обсудить, но на самом деле я подумал, у нас народ сегодня не подошел, и поэтому предлагаю обсудить нечто другое, тоже из философского словаря, предлагаю обсудить такие вещи, как форма, материя, сущность и идея. И всю философию во все времена сразу? Ну не всю философию на самом деле, просто это как бы родоположные некого рода вещи, их обсуждать в отдельности не имеет смысла, потому что там придется каждый раз ссылаться на другое понятие. Но начнем с того, что вот с формы и материи. Казалось бы, очевидная вещь, когда мы смотрим на вещи, мы всегда усматриваем вещи, ее составляющие, как бы два аспекта, это форма и материя. И в общем-то у Аристотеля все формы и материи, они связаны, да, вот мы говорим, что медь круглая, да, представляет собой круглый шар, и собственно и сама шарообразность, и сама медность, она и то, и другое является сущностью. Первое уточнение. Материя в каком смысле? То есть ясно, у нас в философии имеется два смысла материи. Материализм это некая субстанция, материя, и в том смысле, в котором, когда говорится, медный шар, это вещество. То есть это не два разных понятия. То есть в каком мы сначала говорим? А в первом смысле какой еще? Материя, субстанция, типа. Ну вот материализм, что все материально, то есть это некая единая субстанция какую-то в материализме. Когда мы говорим о медном шаре, то мы подразумеваем вещество, это некая вещественность. Изначально материя вводится как вещественность. Это уже дальнейший вывод. Дальнейший, да, понятно. Но это не исходное понятие. Нет, я не говорю про исходность, я говорю, что у нас есть два. Исходное понятие в Хюле означает «древесина». В общем, из древесины что-то делают, и возникают вещи. Так вот, представление у Аристотеля такое, что форма точно так же принадлежит миру, как и материи. Потому что есть другой взгляд на то, что такое форма. Если мы берем философию субъективную, начиная с Канта, форма – это нечто такое, что указывает на нашу активность в мире. У нас есть некая активность, субъективная активность. И мы, когда воспринимаем мир, мы эту субъективную активность как бы пробрасываем в мир. Само то, что мы видим, картину мира, мы формируем в восприятии. И мышление мы ее формируем, и потом только ее воспринимаем. То есть мы как бы участвуем в самом становлении мира. То есть и форма как бы есть некого рода наша внутренняя... Наша внутренняя... Как сказать... Наша внутренняя конструктивность такая, да, наша внутренняя активность, которую мы пробрасываем в мир. Это другое представление формы, оно не соответствует тому, что, например, как форма понимает Аристотель. Аристотель, форма она то, что непосредственно как бы лежит в мире, как бы и в некотором отношении родоположна материя. То есть эта вещь состоит из материи и формы. И вот как бы получается, что в философии есть два понятия, разные понятия формы. Прежде всего, вот это как бы и надо обсудить. Потому что, вообще говоря, есть такая тенденция... Точнее, здесь эти две формы, как будто бы это одна форма. Да, есть такая тенденция. И такая тенденция, например, проглядывается у Канта, ну, там, не знаю, как у Гигеля, потому что он немного в других терминах обсуждает вопросы там. Мне кажется, в этом есть определенного рода вот такая проблематичность, которую надо обсуждать. Потому что в чем разница этих двух форм? Дело в том, что когда мы говорим о том, что форма является нашей активностью, то форма является некого рода нашей деятельностью. То есть самая деятельность, которую мы осуществляем, когда постигаем мир. То есть мы не просто участвуем пассивно в постижении, но мы еще и активны. Когда мы говорим о той форме, о которой говорит Аристотель, что сама вещь состоит из форм материи, там форма представляет собой, ну, прежде всего, тоже сбиваются на два аспекта. Это в смысле пространственной формы, как шаровидность, и вторая форма – в смысле сущности. То есть что такое вещь представляет собой. Причем когда говорится о сущности, что вещь представляет собой, прежде всего имеет в виду, естественно, как бы живые существа. То есть у живых существ, например, вот форма у камня, она в некотором смысле для него случайна. То есть если отдельный мастер не предал камню некую форму, статуи, то форма у камня случайна. То есть быть какой-то формой для камня, как для материи, это некого рода случайная судьба. Другое дело у животного. У животного на самом деле, то есть у камня есть только пространственная форма. Другое дело, допустим, мы берем живое существо. У живого существа есть некого рода, помимо пространственной формы, что он выглядит, допустим, как четвероногое животное, которым мы назвали бы котом. У него есть еще какая-то сущность, которая ему присуща, и которую нельзя свести и редуцировать в пространственной форме. И вот эта сущность, она тоже включена в понятие формы. Что делает как бы вот эту форму, которая существует сама по себе, немного как бы более сложной. Смотрите, когда Кантер осуждает о том, что форма субъективна, ведь он говорит прежде всего о том, что такими формами у него являются пространства и время. То есть пространство и время являются формами, которыми мы пробрасываем в мир и как бы формируем этот мир. Это как определенные условия восприятия формы. Пространство и время не форма. Пространство и время формы чувств. Мы буквально говорим пространство и время формы чувств. Пространство – это форма внешнего чувства. Да, время, форма – это форма внешнего чувства. Так и говорится. То есть и любая вещь понимается как материя. И форма с этого начинает, собственно, и дальше рассуждается, что такое материя, что такое форма. Как бы отдельно. Так вот, возьмем такое живое существо. Как у Канта будет живое существо формироваться? Мы его точно так же воспринимаем в созерцании. И что? Мы как бы допустим... У него оно ничем не отличается от камня, да? Нет. У Канта оно бы ничем не отличается от камня. Потому что мы не можем предать, мы не можем сформировать животное в этом смысле как в пространстве и времени. То есть недостаточно рассуждать о том, что животное формируется с помощью субъективных форм пространства и времени, потому что в нем что-то еще есть такое, да, самостоятельное. То, что Кант потом называл там целеполаганием, да. То есть у животных есть целеполагание. Он потом об этом пытается рассуждать уже в третьей критике. Но тем не менее, как бы его уже в терминах такой формы обсуждать невозможно. И поэтому, на самом деле, вот я говорю, что существует некого рода различия вот этих двух форм. Их надо удерживать и никогда не отождествлять. Например, примером такого отождествления является философия Олега Михайловича. У него тоже постоянно та форма, которую мы наблюдаем вовне, да, она как бы одновременно является и формой нашей активности в мире. Да, конечно, конечно. То есть это отождествление... Это отождествление, как мне кажется, ошибочно, да, это как бы недостаток некого рода различений, которые нужно сделать для того, чтобы это увидеть. Теперь по отношению к материи. Мы всегда с формой материи соотносительные понятия, да. По отношению к какой форме материя является материя? Она не может быть материи по отношению к форме нашей субъективной активности. Потому что нашей субъективной активности, и Кант это прекрасно показывает, да, противостоит не материи никакой, а вещь в себе. То есть наша активность, да, как бы она проецируется, ну я так простыми словами сейчас говорю, для того, чтобы было понятно, проецируется вовне, как бы и формирует нечто, что как бы за пределами нашей субъективности, да, то есть нечто, что является вещью в себе. И соотносимость этой формы, она соотносится не с материей никакой, а с вещью в себе. с матерью это соотносится только вот форма вот этом первого таристотельского смысле да как нечто что существует наряду с матерей вот они действительно не это это положенные вещи как бы и вещи сформировано как некого рода состоит из материи формы в том смысле что-то вот объективная форма она формирует объективную материю поэтому как бы у канта когда кан говорит о какой-то еще материи и как бы ее присвоку плят извне немного получается странный разговор потому что получается что как будто в этой материи мы умудряемся постигнуть вещь теперь как она есть не получается так что есть наша форма да как бы со стороны вещей в себе приходит какая-то чистая материя то есть будет материя который вот никак формы не охвачены потому что а как бы не рядоположна этой форме как как-то приходит как будто бы как-то извне, как будто бы как-то через материю, а материя – это же у него ощущения, то есть все ощущения как будто дают нам видеть себе, как она есть. То есть вот это как-то разговор такой, ну, это надо отдельно, конечно, обсуждать, но вот возникает вот такая претензия к Канту, может Кант на него ответить или не может, непонятно. Теперь как бы я почему говорил о форме вначале, да, хотя надо было бы начать, наверное, с такой вещи, как идея. И потому что мы должны были бы стартовать с Платона и потом показать, как от Платона отталкивается Аристотель. Дело в том, что у Платона понятие идеи – это то, что можно было бы назвать у Аристотеля формой. Но у него почему-то идеи соотносятся с вещами. То есть у него идеи не соотносятся ни с какой материи. Что делает все как бы заслуга, как мне кажется, Аристотель? Аристотель всегда смотрит на вещи, исходя из некого контекста. Вот он видит контекст некоторого рода существования. То есть он говорит, вот формы и материя, они сосуществуют в едином контексте мира. У Платона не так. То есть Платон видит, конечно же, что есть некого рода идеи. То есть он понимает прекрасно, что именно благодаря идеям возможно познавание. Но почему-то он как бы соотносит идеи с вещами, он даже такой есть, у него рассуждение интересное, что идеи отпечатываются на вещах точно так же, как перстень отпечатываются на воске. То есть представление о том, что есть какая-то материя, у него есть, но эта материя, она как бы неявлена. Они вообще никак не рассуждают. Он говорит, что идеи соотносятся с вещами. И, собственно, как мне кажется, главная заслуга Аристотеля состоит в том, что он вводит материю как таковую. И тогда получается, что форма соотносится с идеей, ну, иначе говоря, форма, волествия, соотносится ни с какими ни вещами, она соотносится с материей. И тогда все становится на свои места. Но с другой стороны, в чем некоторого рода прогрессивность понятий идей, которые, например, берет на вооружение Гегель? У Гегеля, помимо понятий, которые существуют только в виде мышления, ну, условно говоря, в нашей голове, у него есть идея, идея есть. И идея – это такое понятие, которое, на самом деле, не может не существовать. То есть идея – это существующее понятие. То есть это то самое, что имеет в виду Платон, когда говорит об идеях, что они где-то там существуют, в каком-то там, в каком-то специальном мире идеи и так далее. То есть у Гегеля вот это вот понимание идеи как существующей формы, она, исходя из его философии, оправдана. Причем она оправдана еще, так же сказать, опираясь на Аристотеля, потому что и у Аристотеля есть некого рода форма, которая является формой всех форм. И она, эта форма, не очень понятно, если читать Аристотель, имеет ли она материю или не имеет. То есть эта форма является охватывающей всего мира, весь мир представляет такой шарик такой, да, за пределами этого шарика ничего нет, потому что для античного мира созерцания ничего бесконечного, актуальной бесконечности невозможно. Именно потому, на самом деле, кстати, и у Парменида тоже бытие является шаром, да. Так бы мы бы сказали, что аспект существования, он бесконечный, да, то есть сущие сплачиваются сущим, и в принципе бытие есть нечто бесконечное. А для него это невозможно, невозможно существование ничего бесконечного, актуально бесконечное. Поэтому как бы бытие тоже имеет форму шара. То есть и Аристотель, она имеет форму шара. И эта форма шара, вот эта вот форма шаровидности, да, это и есть как бы форма форм, которая представляет собой передвижитель. И опять же, эта форма не является формой, которая находится в нашей голове, а эта форма некая водообъективная форма. Есть подозрение, на самом деле, что у него есть, у этой формы есть материя. У Аристотеля есть два вида материи, там. Одна материя состоит из стихий, то, что, как бы, вот есть три стихии, там. Огонь, земля, воздух и вода. Четыре стихии, да. Есть пятый элемент, а четыре стихии есть. Из этих стихий состоят обычные материальные вещи. А есть еще пятый какой-то элемент, пятые стихии, квинтэссенция, там, по-латински, или, там, эфир. И вот, возможно, вот эта форма аристотельская, да, форма форм Бога, она имеет тоже материю, а именно эфирная материя. Потому что весь надлунный мир, как бы, мир делится долунной и сверхлунной, да, вот весь надлунный мир, он, как бы, вот там уже живет в эфире. И, может быть, может говорить, что все-таки у аристотеля последовательно не существует чистой формы, а всегда форма соотнесена с материя. Вот, как бы, возможно, это так, но это требует, как бы, дополнительной следы. Потому что, с другой стороны, можно считать, что действительно есть некого рода чистая форма, она единственная, это форма Бога, как бы, это некая охватывающая сфера всего мира. И возникает вот еще такая, такое понятие, как, или такая категория, как сущность. Казалось бы, вот мы, на самом деле, сущность сейчас понимаем немножко не так, как это понимал Аристотель. И не очень понятно, почему такая трансформация произошла. Я сам иногда, когда употребляю слово сущность, постоянно, как бы, вот, у меня тоже из-за того, что есть некие, это коннотации с Аристотелем, как бы, и, с другой стороны, есть некого рода в русском языке другой смысл этого слова, да, у меня официально возникает ошибочное высказание. Точно так же, как с понятием, как с словом сущие, да, это, сущие тоже у нас, на самом деле, оно бы должно было бы означать любое существующее. Но у нас, на самом деле, под сущим мы понимаем почему-то всегда вещи. Например, у Аристотеля под сущим все категории точно такие же сущие, они точно так же существуют, только их существование, оно, они сами по себе существуют, как сущности, да, они существуют только через нечто другое, то есть через сущность существует. То есть они опосредованно существуют, они как бы в чём-то другом существуют. Так вот, а мы бы так не говорили, мы бы не сказали, что категории являются сущими. То есть вот эта постоянная борьба с языком, она в философии, особенно в нашей русской философии, по-моему, присутствует. Вот так же, мне кажется, происходит и со словом «сущность». Дело в том, что у Аристотеля сущность является простой, как бы передо мной лежащей, нельзя сказать, что вещи, потому что вещи, Аристотель как бы о вещах отдельно рассуждает. Потому что под вещами понимается некого рода... Вот, можно уточнить. То есть у нас в языке тоже есть большая разница между сущность и сущности. Когда мы говорим «сущность», «разные сущности», мы как раз подумаем, что это разные сущности, это не имеет отношения к сущности. То есть есть сущность, есть смысл, глубины. Мы говорим, что у них сущность, вы даёте, сущность, да? А когда, ну, это разные сущности, это разные вещи. В том же языке существует, там, единственное, в множественном числе, разный смысл. Да, даже... Скорее всего, в множественном числе это аристотический смысл. Сущность как идея, существующая форма? Нет, ну просто... Да, вы правильно говорите. Это аристотельский смысл. Потому что сущность это то, что единичное, непосредственно передо мной находящееся существующее. То сущность, микрофон, мы с вами сущности. Когда мы хотим сказать, не конкретизируя, что это, а просто как наличное такое, это разные сущности. Но в единственном числе, у нас сущность, мы используем как какое-то глубинное смысловое значение. Единственное число, и отличное, мы сущностью, вот стол уже не назовем, мы спросим, а какова сущность стола? А сам стол сущностью не назовем. А множество мы называем как бы сущности, а единственное мы спрашиваем о внутреннем содержании. Ну вы хорошо показали, да, именно в этом смысл. На самом деле я считаю, что виноват в этом сам Аристотель. У него на самом деле слово сущность раздваивается на два понятия. Одно понятие, то самое вот сущности, да, когда мы говорим, там, микрофон, там, какие-то столы, отдельные предметы. А с другой стороны, та сущность, которая является первой категорией. То есть мы говорим, что вот и первая категория, да, это сущность, там, и дальше потом идет, там, это категория, там, места, там, времени и прочее, и прочее. То есть это какое-то качество, количество, место, времени и прочее. Так вот, поскольку как может быть одновременно, это одно и то же слово применено к двум разным, даже вот двум разным вещам, да, то есть с одной стороны говорить о просто каких-то предметах, а с другой стороны говорить о сущности, вот смысле, вот смысла. Это обычное явление философии, довольно часто. Не, ну, то удивительно, что именно Аристотель, который вот хорошо, очень внимательно всегда занимался развлечением каких-то понятий, там, постоянно что-то исследует, берет какие-то понятия, пытается понять их смысл. А вот мы в таком смысле употребляем, в таком смысле употребляем, в таком смысле. Тем не менее, он как бы вот почему-то допустил такую, не знаю, вот философскую погрешность. Из-за этого у нас вот она двоится. Возможно, как бы в этом Аристотеле, но может быть еще как-то русский язык тоже здесь еще какую-то свою дополнительную вносит лепту. Непонятно. Дело в том, что когда мы ведь не говорим на самом деле как-то об отдельном предмете, что он сущность. Это как-то нелепо, да, звучит. Мы говорим о нем, что он сущий. Или там, мы говорим, что он вещь. Аристотель бы сказал, что он является сущностью. Потому что, возможно, ну тут тоже мое предположение, что у них такая традиция была, еще идущая там с Калатоновской академии, что когда указывали на какую-нибудь вещь или предмет, указывали на то, что он представляет собой по смыслу. В чем-то его смысл-то. То есть мы говорим человек, да. И как бы мы описываем, что такое человек, да, как сущность. То есть мы указываем, в чем состоит смысл того, чтобы быть человеком. То есть, возможно, тут как бы вот именно какая-то чисто внутрешкольная у них такая традиция идет. А мы уже, когда читаем это, мы уже теряемся и мы уже не можем понять, почему так они употребляют. Или что нам кажется, что здесь как будто бы удваивание термина. Дело в том, что у него есть еще такой термин, как подлежащее. Кюпа Кемена, да. И с этим термином тоже проблема. Дело в том, что с одной стороны этот термин... А про сущность уточнить, так это что, некорректность перевода на русский язык или... Нет, почему? На русский язык. И почему тогда нельзя заменить сущность и сущности? То есть, чтобы не было однозначно, как ты говоришь, или это Аристотель не сказал, или в русском языке. Вот я не понял, что это его логически что ли просто? Может, тогда проще говорить на языке оригинала? Ну, мы, на самом деле, как ни странно, заимствуем философию греков, да, и наши термины, они греческие. Как по-гречески не знаешь? Что? Сущность? Ну, как? Усия, как бы, слово усия, она происходит от причастия, которое означает существование. То есть, как бы, субстантивированное причастие. Ну, я не знаю, как это... Ну, на самом деле, все глаголы, вот и все слова, которые связаны, которые философия пытается высказать, да, то, как устроен мир, они все взяты из некого рода одной, одного корня, связанного со словом «бытие». То есть, вот, точнее, со словом «быть», то есть, глагол. Вот есть глагол «быть», у него есть причастие, да, которое означает существование. И все, как бы, вариации терминов, допустим, сущность, усия, это, как бы, взято от причастия, да, там, от глагола «быть». Само «бытие», это там тоже... Это мы, у нас «бытие» является существительным, а у них «бытие» — это глагол, как бы. То есть, или, может быть, субстантивированное от глагола «существительный». В любом случае, может, дальше здесь какие-то другие еще, как бы, я когда-то замечал, что другие термины тоже восходят к слову «существовать». Просто философия, мне кажется, большое значение имеет правильное умение различать. То есть, мы, на самом деле, философы, как мне кажется, ну, к этому как раз учит феноменология, что главная способность философа — это уметь различать. То есть, и полагать это различие в виде некого рода смысла. То есть, например, я говорю, Платон, например, он не видит, что идеи соотносятся не с вещами, а с материей. То есть, надо было бы говорить, как у Аристотеля, в отношении формы и материи. Аристотель это видит, да, он вносит, как бы, этот термин «материя», у него получается, как бы, более складно. Да, в рядоположенную форму, рядоположенную материю образуют то, нечто единое, то, что называют сущностью. Или то, что мы назвали бы вещью. То есть, когда он вносит некого рода различия, то сразу возникает, как бы, ну, как бы, продвижение философии. Соответственно, у, например, у Платона просто идеи, и этих идей много. И он, как бы, там, не пытается эти идеи как-то выстраивать некого рода систему понятий. Да, у него, там, и красота, там, и, там, не знаю, там, какая-то, какая-то справедливая, там, или идея человека. Все, как бы, в рядоположенном находится. А у Аристотеля все выстраивается в строенную систему категорий. Да, у него есть отдельные категории, а есть отдельные, уже, как бы, общие понятия, которые не сводятся к категориям. То есть, как бы, опять же, внесено некого рода развлечение смысловое, и сразу все выстроилось. Но, тем не менее, вот, есть проблема с тем, как, вот, различает Аристотель сущность. То есть, вот, и второе, как он различает такое понятие, как, вот, подлежащее. У него, на самом деле, вся философия, в некотором смысле, построена из-за анализа языка. Вообще говоря, есть даже такие исследования, типа, там, исследования бедвинисты, которые считают, что можно всего Аристотеля и всю систему категории вывести из языка, из грамматики языковой. То есть, он как рассказывает, что такое сущность? Это подлежащее, да? Так, подлежащее. Что можно сказать? Что у него можно сказать о подлежащем? Глагол, прилагательное, наречие, да? Сказать, где она? Где? Это наречие. Да, да, да. Прилагательное какое? То есть, это качество. Что с ним делается, что он делает. Да, да, да. И последнее, у него там есть три категории, там, обладание, там, претерпевание, еще какие-то. Они вообще сводятся к глаголу. Получается, что все раскладывается в некого рода. Как будто бы Аристотель брал предложение, как оно есть грамматическое, и просто разложил его по логическим составляющим. И из этой логической составляющей составил вот таблицу категории. Это, на самом деле, удивительно, да, что вот, как бы, анализирует просто чистый язык. Как бы, можно сделать такую... Можно добиться вот такого успеха. На самом деле, это успех, конечно же. Но язык здесь, да, он не только служит форму того, откуда можно что-то изъять, но он еще и скрывает. Например, вот это подлежащее, оно теперь стало двусмысленным. Потому что, с одной стороны, это то подлежащее, которое стоит в предложении. А с другой стороны, у него подлежащее является нечто, что называется материя. Почему? Потому что у него подлежащее – это то последнее, о чем сказывается все. То есть, подлежащее ни о чем не сказывается, да, ну как в предложении. Почему материя? Не вещь? Или не сущая? Сущая, скорее всего. Нет, именно материя. То есть, это как бы... Вы смотрите, у него под материю... Но материя мы можем сказать обладать. То есть, материя без формы, мы не можем о ней ничего сказать. Ничего не можем сказать. Тем не менее... Кажется, подлежащее – это все претерпевающее. Подлежащее – смотрите. Это всегда некое существующее нечто. Опять же, существующее... Я попробую пояснить. Дело в том, что, опять же, есть такая традиция, что форма всегда активна. А материя, она претерпевает и у Платона, так там, перстень, да, а материя, как воск, да, там, или там, и у Аристотеля, так и даже там, у Кампы так же. Так вот, самое претерпевающее – это вот подлежащее. То, что оно ни о ком не сказывается, да, и все сказываются о нем. То есть, это, как бы, чистое, претерпевающее нечто. Но это, как бы, материя предложения тогда. Вот, видите, вот то, что вы говорите, это то и я не могу понять. Понимаете? Потому что, может, иногда, этот хипокименон используется как синоним материи. Вот так читаешь и понимаешь, что это синоним материи. То есть, действительно, это, может быть, материя предложения. Есть категории, которые воспринимаются формой... Можно так сказать. Да, можно. Поэтому подлежащее в этой материи, и тогда мы имеем нечто сказанное. А с другой стороны, если разбираться, что любое подлежащее – это ствол, стул, мысль, идея. То есть, это нечто сущие, в историческом смысле. Так вот, я, на самом деле, в свое время, когда Аристотель занимался, в общем-то, с этим как-то не разобрался, если честно сказать. То есть, я пытался разобраться, но у меня не хватило терпения. Потому что надо читать там... Наши переводы невозможно читать, надо брать, смотреть, как переводится. То есть, если у нас перевод брать, то в нем материя, материя. А как конкретно, каким словом переведено? Надо смотреть, изучать. Давайте попробуем поставить проблему. А как в этой ситуации быть? То есть, есть вариант докопаться, как у Аристотеля, и написать хорошую работу. Но, с другой стороны, все равно никто на аристотельский язык сейчас уже не перейдет. То есть, это развлечение нужно, ну, как бы, исторически, как исследовательски, можно сделать у Аристотеля. Но для нас важнее понять, как в современном русском языке все эти развлечения мы можем называть. То есть, выбрать те слова, которые в современном русском языке, чтобы не путаться каждый раз. И когда произносить что-то, это я не так, как сейчас, а так было у Аристотеля, потом выяснил тот, хотя этим спорят. Потому что у нас как-то устойчивые уже есть какие-то. Естественно, что мы сущность сейчас не будем использовать как в Аристотельском языке. Ну, в смысле, вещи там, предметы, мы не будем использовать. У нас есть действительно проблема. Аристотельское сущности, которое нельзя назвать вещами. Потому что у нас вещи все-таки протяженные. То, что в нашей современной философии. Когда я говорю вещь, мы имеем вещь протяженную. Но, прежде всего, в Аристотельском смысле нельзя, потому что вещь это рукотворное нечто, на самом деле. Ну, я говорю, в нашем смысле, когда мы произносим, мы говорим вещь, мы имеем, есть ли у нас какой-нибудь термин, традиционно устойчивый для обозначения сущностей. Ну, если в Аристотельском смысле, в Аристотельском смысле? Нет, в нашем. Ну, в Аристотельском смысле. Мы говорим вещи, значит, я читаю... Нет, в Аристотель подозревает не только пространственные, но и умопостигаемые. Умопостигаемые тоже, да. То есть, скажем, я использую понятие объект, да, когда хочу сказать, указать хоть на что-то, либо умопостигаемые, или вещь, то есть, я говорю, это объект. Ну, умопостигаемые, там, это же какие-то там боги, там, ну, или... Нет, ну почему? Любая мысль, эмоция... Нет, дело в том, что любая мысль, это все-таки уже будет скорее общее понятие. У него же главная претензия к этому Платону какой состоит? Что он гипостазирует общие понятия и категории. А они сами по себе не существуют. Ну, вот, насколько я понял, в Аристотеля в подлежащее может быть подставлено все, что угодно. Все, что угодно поставлено... Нет, в том-то и смысл, что в подлежащее не может быть поставлено все, что угодно. Подлежащее может быть только нечто конкретное. То, как мы сказали, вещи, а не предметы. Нет, значит, давайте вернемся опять к Христотелю. Он сущностями называет конкретное существующее нечто. То есть, именно вещи, предметы. Вещи, предметы. Предметы, протяженные в пространстве. Есть и умопостигаемые, конечно, да, это типа боги, там, там... Но это нечто особое. То есть, сами категории... И потому что тоже можно смотреть в виде звезд. Понимаете? То есть, понятия, категории он не называл сущностями. Нет. Не называл. Нет. Это как раз, то есть, у нас первое является... То есть, у нас есть... Все-таки категории сущность, а потом уже идут категории. То есть, категории высказываются о сущности. Понятно. А для них название как такового... Просто либо категории, либо общие понятия. На общее название для них. Ну, как-то то, что Латон называл идеями. Давайте, действительно, это... У нас что получается? То есть, есть у нас... Вот, универсум, да, какой-то. Вот. В нем есть выделены протяженные сущности. Скажем так, а, вот получается так, что есть вот здесь протяженные сущности. Здесь непротяженные, умопостигаемые, да, сущности. И есть еще к вам этого что-то, да? Где мы должны понимать категории... Когда они есть умопостигаемые. А я только что спрашивал. Значит, они... Тогда они не сущности. В том-то и смысл. А, значит, у нас есть умопостигаемые сущности, а это умопостигаемые несущности. Да, ну что-то такое. Общие понятия какие-то? Значит, если у нас в языке... Это то, что мы видим в этом случае. Общее название для всего, что мы можем различить. То есть, если вот я могу различить... Ну, то, что называете объекты. Объекты, наверное, да. Вы называете объекты, да. Я тебе хорошее предложение, да. То есть, объекты называют. То есть, объекты есть... Убопостигаемые, но несущности. есть умопостигаемые сущности, а есть пространства развлеченные, которые мы называем предметы. Ну или вещи. Или вещи. Ну вещи и предметы мы различаем. Но вот на самом деле предметом, иногда предмет как синоним объекта бывает. То, что передо мной. Здесь значит так, то есть действительно у нас слово предмет в русском языке, и два значения. Есть предмет как вещь, и есть предмет, то, что мне дано в изучении. И сам предмет изучения, то есть предметы науки. Поэтому лучше предметы не использовать вместо вещей. Вещь это вещь, а предмет это объект в изучении. То есть предметом может быть любой объект, который я беру в качестве объекта изучения конкретно. Это не просто вот стол я не изучаю, а он не предмет. А как только я начну его изучать, то я начну стать предметом моего изучения. Вот. Понятно. Сущность. Ну а что бы... У нас постигаемые сущности, дело в том, что мы бы не стали бы их выделять. Мы сейчас их не выделяем. Потому что это боги какие-то там. Да. Значит у нас получается... Это богословие какое-то, да. То есть у нас получается вот эта граница отсутствует, да. Значит у нас есть умопостигаемые... Категории. Ну и в смысле общие объекты. Тогда умопостигаемые объекты, да, которые даны нам в мышлении. Они не пространственные, но различаются во времени. Потому что мы их именно различаем во времени. Я сейчас вот эту быстро, потом эту, потом эту, да. И пространственно различенные объекты, которые мы называем предметы. Ну и смотрите, получилось то, что как бы вот как у Декарта вводят... У Декарта вводят две субстанции, да? Ну да, да. Мы различаем субстанцию и протяженные. Вот мы и получили практически это. Либо общее, не кантовское использование ноуменов, а исконно греческое. То есть это феноменальный мир, ноуменальный. Да. Вот может это вот ноумены, только не кантовские ноумены. То есть не вещи в себе, а именно мы постигаем ноум. Ну, у Канта вещи в себе просто счастливые... Вещь в себе ноумену не равна. Да, да. Вещь в себе, она просто точно так же мы постигаем, как и другие понятия. И феномены. Так, значит, здесь у нас однозначно есть форма, да? Да. У... пространственная форма. И пространственная, ну, я говорю, у живых существ, но есть еще внутренняя какая-то такая форма, которую... Мы назвали... Вот я как бы тут поспорил, наверное, с Аристотелем по поводу, что это форма. Допустим, мы берем паровоз. Естественно, внешняя его форма ничего нам не говорит, что это именно паровоз. Если я построю макет паровоза без внутренностей, он не будет паровозом, да? Да. Вот. То есть здесь различие на животное, и не животное несущественно, а здесь различие по функциональности. Определяется, скажем, мяч полностью, функциональность мяча полностью определяется его формой. Вот. Если просто что-то будет круглое, это будет мяч. Ну, если не кирпичный, так, да, ну, в смысле, вот. А есть какие-то... Точно так же и паровоз. Точно так же у паровоза, если ты сделаешь у него полностью его пространственную форму воспроизведешь? Внешнюю. И внешнюю. И... Он не будет паровозом? Будет? Нет, не будет. Он не будет, ну, на рельс, я их не поставлю, не поедет. Ну, именно поставим на рельсы и поедет, если из той же самой материи... А, нет, есть вопрос. Идет... Здесь такая сложная, то есть мы говорим о форме вот внешней, если мы говорим о форме каждой детали, если мы произведем все вместе детали, да, но тогда форма детали, она та же самая форма, что и форма камня. То есть нет никакой дополнительной формы. Ну, существенного различия здесь нет. Нет, вообще никакой различия нет. А есть различия в том, что у нас есть много вещей функционально объединенных в структуру. Да. Но это нельзя назвать формой. Ну, а почему нет-то? Почему нельзя-то? То есть структуру назвать формой, да? Да. Ну, вот такую структуру или что-то еще. Здесь проблема не в том, что... В том, что это будет паровоз или макет паровоза. Здесь гораздо интереснее понять, почему греки думали таким образом, что форма содержится в мире. То есть форма – это не форма – это не форма? Да, нет, давайте к этому вернемся. Я тоже хочу это обсудить. А мне вот именно вопрос интересен. О живых. Да, о живых. Почему там какая-то еще форма? В том, что, на самом деле, я еще боюсь, что надо добавить, что у Аристотеля и камни тоже немножко живые. Ну, вот эта граница там непонятно где проходит, понимаете? Просто он приводит понятие «естество». И вот у него есть некого рода естество, и все стремится как бы... У него все естественно, у него стремится... То есть это имеется в виду интеллектия внутренняя? Да, внутреннее какое-то есть стремление. У каждого, у каждой существа, которая существует, есть некое внутреннее стремление занять какое-то свое правильное место. И все, что в мире происходит, оно происходит благодаря вот этому естеству. Как оно там называется? Интересно. По-гречески, как бы специально... Фюсис. Благодаря фюсису. Фюсис. Да, именно поэтому вот... То есть благодаря природе, да? Вот некого рода природное естество. И поэтому, когда я говорю живого, я имел в виду именно, что у него получается вся природа живого. Нет, нет, нет. Я не понимаю. Никак не стремится занять место, и животное стремится занять место. Я не знаю, почему Аристотель использует понятие форма в двух смыслах. Почему второй смысл тоже форма называется? Нет, он на самом деле, я думаю, может не различает. Он, мне кажется, не различает. Потому что, по-моему, пространственность, как отдельную пространственность, он не обсуждает. Да, конечно, нет. Именно вот речь идет о форме как внутреннем себе полагании. Оно снято с пространственностью. А почему она форма называется? А чем еще? Нет, давайте так. Давайте забудем про Аристотель и Древнюю Грецию. Вот как бы мы назвали сейчас. Мы же не используем понятие форма для обозначения чего-то в животном. У нас форма только проста. У нас сейчас в современном языке и в философском, ну, в философском там есть, если не брать отклонения. Когда я говорю форма, мы всегда подразумеваем пространственную форму. Ну, я, естественно, всегда тоже склоняюсь к этому, что мы сейчас форму не назвали бы. Мы не назвали ничего внутри. А внутреннее мы назвали бы сущностью. Мы назвали бы сущностью. Да, вот у нас так различилось. То есть мы, когда мы видим макет паровоза и паровоз, они отличаются сущностью. Внешние формы они могут не отличаться, но сущностью. Ну, мы же тоже достаточно утонченные в этом смысле. Мы же тоже знаем, что форма шара делает медь-медию. Нет, это... Форма паровоза делает паровоз к паровозам что-то. Да, понятно. Я имею в виду, что где та вторая форма? Мы сейчас не вот та внешняя, а вот внутренняя вторая форма. Сущность, что ли, это, да? Да, но вы видите, как мы уже... Сущность камня и отличается от сущности животного. Сущность животного отличается от сущности паровоза. А у каждого есть некая еще форма, да? Ну, форма есть, да, да. Пространственная чисто. Ну, вот. Чисто пространственная форма. И не только как бы внешне, но и частей какие-то. То есть есть форма сердца, форма печени, но, скажем, сумма этих форм все равно не определяет сущность. Самое-то интересное, если берем Канта теперь. У Канта легко может объяснить пространственную форму. Да, тем способом, что она является субъективной нашим конструктивностью. Но он не может объяснить форму как сущность. Так, ну или сущность? Давайте сначала. А, сущность. Но сущность не может. Как он может объяснить, исходя из этих своих форм, эту сущность? Не может. Не может. А ему сложно это. Потому что пространственность он может объяснить. Почему? Подождите. Вот, с Кантовской точки зрения, у нас есть некая форма протяженности. То есть форма Шарлинга делает иметь меньше. Но это правильно. Это пространство, но как сущность. Да, но оказывается, что сущность того, что у нас возникло, медного шара, у нас, конечно, медь его сущность. Фома шара делает медь медь. Ты берешь простой пример, а если брать пример, типа, паровоз, живое существо. Живое существо я не знаю. Я думаю, что Новое Время не знает живого существа. Нет, но на самом деле... Уникает о сижеобн... Ну, да, да. Гекер как раз критикует Кант и указывает на живое существо. И Шеминг. Да, они именно так критикуют. Они пытаются... Не объяснить скандинской философии. Я остался у меня понять Шеминга, я ничего не понял, наверное. Но ничего внятного он не сказал по этому поводу. Но надо все-таки твердо понимать, что всякая форма для нас есть. Форма субъективности. Это очень важно. Ну вот видишь, как вот... А почему вы считаете? А как понять форму, существо понятия Аристотеля? И как понять форму живого? Ну, я что, это хорошая, глубокая, серьезная интуиция. Просто с ней, с нашей позиции, привычнее к новому времени очень тяжело справиться. То есть я еще раз по сущности хочу спросить. То есть, ну, у нас нет никакой возможности говорить об этой сущности. Кроме того, что сущность камня – каменность. Сущность паровоза – это паровозная сущность. Сущность живого – это живая сущность. Ну, мы же говорим паровоз. Почему мы о паровозе не можем? Можем говорить о паровозе? Нет, я говорю, что сама сущность, она... Говоря о сущности, мы ничего не добавляем по сущности. Кроме того, что мы имеем в виду вот ту... То существующее, о чем мы говорим, о той сущности. Мы же можем разложить его в категории. Категория – это же способ разложения сущности на свои составляющие. По количеству, по качеству, там... Но мы разложить паровоз камень и животное по вот этим категориям аристотельским, мы не найдем разницу. Почему? Не найдем. Содержание-то разное будет? Содержание разное. Нет, мы будем понимать это, но формально по категориям, категории не извлекут от этого содержания. Качественных различий между каждым и живым существом не будет. Почему? Не будет. У нас много времени. А как оно будет качественным? Да нет, ну была... Ну, паровоз – это сложное, там... Нет, 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 была. Что мы должны... Качество – животное, механистичное. Да нет, почему качество? Качество – это я так подразумеваю, что это там... Ну, там, какой механизм, там... Какое преимущество? Нет, 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 качество – в другом смысле, опять, да. Нет, 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 вы хотите свести качество... Не в смысле категории качества аристотель этого. Не в этом смысле. Он-то как раз считал, что категория извлекает из сущности... Вот мы говорим паровоз, а как извлечь из него из этой сущности содержание? Мы пытаемся, берем, например, аспект количества и смотрим все количества, которые присущи паровозу. Значит, ты на этом уровне по количеству паровоз и живой алгоритм мы не приведем различий никаких. Ну, почему? У живого организма одни будут количества... Нет, 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 я имею в виду, что было так. Я говорю, что это икс, а это икс, а это икс. Да, в парадигме... И переписываю... Вот здесь столько-то количества, здесь такого-то количества. Ты поэтому количества не поймешь, кто из них живой, кто... В общем, в парадигме нового времени принципиально, принципиальным образом живое от неживого не отличается. То есть мы не можем привести такое качество... Нет, это не правда. Уже как бы у Гегеля не это не так. Гегель же постоянно приводит примеры, да, там, это растение, там, зернышко посадили, оно выросло, это зернышко умерло, там возник стебель, стебель, там, из стебель выросло, там, новое, это там, зернышко и так далее. У него вся вот его диалектика, она, вообще говоря, основана на том, что есть живое существо. Именно то, что живое существо есть и делает диалектику диалектикой. Если бы было все механистично, никакой диалектики не было бы. То есть у нас мы можем, разбирая по категории, определить... Ну или как это называется, спекулятивная философия лучше говорить. Ну, можно сказать, да, единственная категория... Вот, кстати, категорию диалектику надо тоже обсудить, потому что она тоже запутана. Как категория, единственная категория, по которой мы, наверное, можем растить живого-неживого, это развитие. Ну... Ну это опять, это тоже... Живое растет, оно имеет внутреннее целое положение. Но кристаллы тоже растет. Тоже то же самое, что сказать, что камень отличается от паровоза тем, что паровоза оба длестит. Ну это же тоже не принципиально. Нет, 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 нет. Игорь, Игорь, развитие вполне объективно. Ну не знаю. Развитие вполне объективно. Вот развивающийся, от неразвивающегося отличить формально очень легко. А если вода закипела, то это что? Она живой стала? Она же не стала тогда живой. Нет. Это не развитие. Это изменение состояния. Это изменение состояния. Почему не по внешней причине? Ну опять, господа, ну развитие на то, что из зерна появился стебель, это же тоже не является нечто принципиально. Почему? Была одна сущность зерна, а только не была другая сущность. Ну это принципиально. Только что, а точно так же. Из воды пар получился, да. Была куколка, стала... Был день, стала ночь. Нет, день не перешел в ночь. Да, это смерть. Вот вода перешла в пар, это да. Это превращение. Но при этом пар опять переходит в воду. А в живом обратного превращения. То есть, скажем так, развитие отличается от изменений обратимостью. Не обратимостью. Это все описательные внешние указания. Не обратимостью. Нет, нет, нет. Ну точно так же, но пшеница выросла зерно, из него стебель, потом цветочек, потом... И не обратимостью. То есть назад не свернули. Появилось несколько зернов. Нет, нет, нет. А растения? Это точно. Это не обратимое же все-таки? Не обратимое. Развитие не обратимое. Не обратимое. Это цикличный, но не обратимое. Это два разные вещи. Это все внешний разговор. Нет, нет, нет. Это однозначно. Вот если мы берем некий объект... Это все не внешний-внешний разговор по отношению к появлению. То есть если мы можем вот один объект взять и отследить, перешел в состояние два, и потом в состояние три, которое равно состоянию один, это обратимое. Это не только, может быть, только в низовой природе. А в развитии, в развитии, состояние три никогда не будет так же действовать в состоянии один. Это по определению развития. Но если взять даже эволюцию, сам посмотри. А какая пчела шмелью взяла, самка зазимовала, потом из нее появилось целое гнездо, потом появились у нее детишки. И сами собрались вместе, убили мамочку, и сами разлетелись по своим ногам и зазимовали. Чем не разница? То же самое. Нет, нет. Я хочу сказать, что это опять внешний разговор. Внешний разговор. Но давайте подумаем, каким образом вы вопрос хотите решить. Форма может быть объективной. Давайте вернемся к форме. Вот, например, у живого существа. Форма объективная. Потому что иначе как могло бы быть объективное развитие, если бы был бы объективной формы? Да, с точки зрения древних греков, она, конечно, объективна. Все с Валатом согласен. Но с другой стороны, мы вот своей позиции это представим, себе не можем никак. То есть форма это то, как нам данного. Да, да. Это форма, это наш способ. Но благодаря нашему способу данности, суще становится суще. Подождите, мы же различили сущести формы. Давайте говорить про форму теперь только в смысле пространства. Ну, только пространство. Ну, хорошо. А сущность в смысле как в любом смысле, да? В любом смысле, да. То, что разворачивается в категории. Да. Это мы назовем сущность. Тогда получается, в пространственном смысле, я с тобой согласен, отличить форму пространственную от способа данности невозможно. Это сложно. Потому что в каком-то смысле пространство – это и не способ данности. И иллюзии оптические показывают нам, что очень легко обмануть наше зрение и вместо одной формы подставить другую. Независимо от того, что там было объективно. То есть мы видим отрезки равные и неравными. Видим движения, где нет движения, или наоборот движения не замечаем. Формы пропадают. Оптические иллюзии показывают нам, что это все-таки наша интенция такая. Но с другой стороны, если бы так тогда, если бы не было никакой сущности, то макет паровоза мы не отличили бы от работающего паровоза. Какая сущность? Какая сущность? Существующая это все-таки сущность? Уже не форма как пространственность, а отущность. Мы не отличим макет паровоза от паровоза, пока он именно поедет. Ну понятно. То же самое, пока не проявится сущность. Мы не можем... Об этом-то и речь. А по канту получается, что сущность вещи скрыта от нас. И она является вещью в себе. Нам дана только явление, форма. Но с другой стороны... Сущность вещи не так получается по канту. Сущность вещи именно в этом моменте и возникает. То есть, когда у нас форма шара делает медь медью, у нас возникает сущность меди. На самом деле у него еще сложнее, я бы сказал. У него же вторая форма... Это же понятие, субъективные формы второго уровня. Это понятие. И понятие как бы высказываются о предмете созерцания. И получается то, что можно назвать сущностью. То есть, сущность это то, что раскрывается через понятие. Булат, а ведь все-таки же мы говорим, когда канта анализируем не просто о форме, а о явлении. А явление не заключается в статичной форме. То есть, животное нам дано не в виде формы, а в виде множества переходящих друг к другу форм. И в этой цепочке явлений раскрывается сущность. Правильно, только синтезируем уже не вы животное, а оно само по себе таково, каким оно есть. То есть, разница между, например, вещью. Вот вещь, наверное, можно говорить о том, что я синтезирую с помощью каких-то субъективных форм чувств, проста суверения. А как по животным это я синтезирую? Нет, точно так же. А оно само по себе. Нет, нет, нет. Там тоже есть такая возможность, что я могу разглядеть это как животное, синтезировать из этого потока явлений только тогда, когда я знаю, что такое животное. Когда мне уже эти явления в виде понятия даны. Это хорошо. Но второй паровоз. Когда он едет, я могу сказать, что это паровоз. И когда его движение проявляется, его сущность. Только когда я уже знаю сущность паровоза. Иначе я могу, как индейцы, воспринять только бурны, а не увидеть корабли. Просто проблема состоит в том, что формами субъективными являются только категории. А не все понятия. А вы говорите понятия животных. Не все понятия являются субъективными формами. Я ошибся. Не о понятиях я говорил. Я говорил о том, что у нас, то есть точно так же, как у нас есть представление о шаре, чтобы сказать, что это шар, точно так же у нас должно быть некий набор явлений в определенном порядке зафиксированных, чтобы могли отождествить вот это явление, разворачивающееся перед нами, как животное. Если мы никогда не знали, что такое животное, мы увидим неизвестно что, может ничего не увидеть. Это не важно на самом деле. Потому что индейцы не увидели корабли, а назвали их другим словом, не означает, что корабли не видели. А здесь прямо противоположный разговор. Это мы с своей точки зрения субъективности так и думаем. Если у нас нет формы шаря, то мы никогда не увидим медь. Если у нас нет формы животного, то есть доступа к этому, мы никогда не узнаем. То есть ты говоришь, что если у нас нет идеи шара, если у нас нет идеи животного. Это мы так привыкли, да. Это мы так привыкли. А вот историк предлагает нам другую вещь, что у вас форма находится как бы в мире. И они себя все равно манифестируют, все равно они себя являют. Но тут понять позиции нашей привычки к рассуждению декартовской-кантовской философии достаточно тяжело. Тем не менее эта интуиция кажется очень многообещающей. Здесь есть очень такой момент терминологический. Называть ли формой ту данность, или называть формой то, которое есть за пределами нашей данности. Обычно, когда мы говорим, что форма существует объективно, мы подразумеваем, что она такая, вот там и есть. То есть Канта можно понимать по-другому. Не так, что там нет ничего, и что там нет формы, а просто что это не называется формой. Это нельзя назвать нашими терминами, иначе мы запутаемся. Если у нас будет раздвоение... Нет, но Кант тоже же говорит, что форма часто привносит на нее в мир необходимым образом. Не случайным, а необходимым. Необходимым, да, необходимым. Но это же тоже об этом не говорит. А вот понять ее как объективно, вот Антон нам рассказывал про время, он же тоже пытается взять объективно, пытается взять сущее и постараться его каким-то образом описать. Вот такой же как бы квази-греческий подход, взять на него и его описать, без сознания, без путем настоящего. Это сейчас занимается новое направление философии, спекулятивный реализм. Они именно уткнулись в ту проблему, что мы можем говорить о чем угодно только с позиции субъекта. И поэтому объективно теряется, они элимируют субъекты и пытаемся как-то вот то, что делал, вот по сути Антон. То есть извлечь из мира без субъекта вот эти формы, которые объективно существуют в нем. Есть проблема просто, что это будет языковая игра, на самом деле. Что будет извлекать из языка, на самом деле, более ничего другого. Думаю, да. Вот это очень сложно. Фактически будет извлекаться все из языка. Как язык по этому ляжет, как он скажет, так оно и получится. Сам язык же не является случайным. Язык, конечно, не случайный. У Аристотеля тоже идет на поводу языка. И мы, на самом деле, и Кайдегер тоже с этого начинает, что язык – дом бытия. Что язык, на самом деле, к нему надо прислушиваться, как он нам говорит то, как на самом деле есть. А мне кажется, это ловушка. Нет, но это неизбежная ловушка. То есть нужно в нее попадаться и всегда понимать, что ты в ней находишься. Потому что мы всегда находимся внутри языка. Просто не нужно... То есть нужно всегда об этом помнить. Ну что, все, да.